Следующий наш выступающий будет выступать с темой немелкоклеточный рак легких. Все, что я знаю по-русски, пожалуйста. Пожалуй, приятно быть в таком прекрасном городе, Санкт-Петербурге, и хотел бы поговорить о немелкоклеточном раке легких. Вы, скорее всего, такие кривые уже видели неоднократно. Дело в том, что рак легких – это, наверное, самое частое заболевание, с которым нам приходится бороться с точки зрения именно смертности. Я показываю вам график по Европе, но по России, наверное, то же самое. Дело в том, что, когда мы говорим о иммунотерапии, скорее всего, иммунотерапия является наиболее эффективным методом лечения. И, скорее всего, именно она в ближайшем будущем будет использоваться для лечения рака легких. Меланома, понятно, тут у нас все более-менее, но вот именно с точки зрения именно немелкоклеточного рака легких, то тут иммунотерапия точно может возыметь эффект. Ну, вот это нас разращает к Вильяму Коли, одному из докторов Нью-Йорка. Вот он однажды бактерии использовал для лечения раков, для лечения опухолей. Вот это иммунотерапия, первая иммунотерапия более 100 лет назад. И вот статья появилась даже в «Нью-Йорк Таймс», и там написано, что 150 пациентов излечились. Я часто думаю, а я-то что, чем не тем занимаюсь-то, да, наверное, последние 20 лет. Вот видите, иммунотерапия уже давно существует. Так вот, та же фотография Коли, но и потом мы проматываем, и сейчас уже в 2000-х живем. Но, как, к сожалению, часто бывает, у нас прогрессия здесь нелинейная. И в течение долгого времени прогресса в этом направлении было небольшой. То есть мы постоянно совершали одну ошибку за другой. Но с появлением блокады чекпоинтов, терапии типа CLA-4, PD-L1, иммунотерапия начинает приобретать все большую популярность и становится все более многообещающей. Сейчас опубликовано большое количество статей, и они действительно показывают нам те прорывы, которые были совершены в этой области. Один из моих коллег в Лос-Анджелесе написал о том, что иммунотерапия за последнее время, в последние десятилетия, вернее, выстрелила, и все больше и больше пациентов выигрывают от этого. Ну и, конечно, нет такой, наверное, статьи в журналах наших, которая бы не упоминала иммунотерапию. Ну, журнал Science говорит о том, что иммунотерапия рака – это прорыв года. И мне кажется, что это прорыв не просто одного года, это целого десятилетия прорыва, или, может быть, даже целого века. И, как сказал и уже до меня коллеги, скорее всего, будет Нобелевская премия по этой теме. Ну, давайте теперь поговорим о раке лёгких, о нем мелкоклеточном раке лёгких. Я, значит, покажу вам историческую перспективу, потом поговорю об использовании ингибиторов-чекпоинтов при лечении рака лёгких, затем расскажу вам о том, что было у нас на АСКО 2016, и перейдём к выводам. Так вот, это у нас опухоль, которая экспрессирует определённые антигены, антигены, которые могут приводить к мутациям. Это могут быть вирусные антигены. И вот они представлены генетическими клетками. Вот это вот лимфоциты. Ну, вот в идеальном мире тренированная эта клетка возвращается к опухоли, начинает эту опухоль убивать. Вот так должно быть в идеальном мире. Но, к сожалению, существует большое количество путей, которым клетки опухоли могут ускользать от иммунной системы. Так вот, эти как раз способы – это то, что поможет нам понять, как тренировать нашу иммунную систему. И вот блокада чекпоинтов, агенты PD-1, CLA-4 и потенциально многих других, они делают ровно вот это. Они реактивируют те клетки, которые иначе отходят, которым система говорит отойти и не атаковать опухоль. Вот это вот опухоль, которую я наблюдал в себе, это сквамозная опухоль, красным показаны клетки опухоли, синим ядра и зеленым мы видим CLA-4. И видите, что опухоль, она видна иммунной системе. Иммунная система ее видит и знает. Но, скорее всего, она выделяет большое количество маркеров, чекпоинтов, иммунного скользания. И если мы будем лечить ее вот именно ингибиторами, то вы убираете камуфляж, вы убираете, снимаете с нее маску, и эта опухоль снова становится видимой иммунной системой. Вот почему даже такой высокий уровень экспрессии, он как раз и при той ситуации. С другой стороны, мы видим опухоль, у которой нет воспаления, и потенциально гораздо сложнее с ней бороться. Вот как воспаленную, невоспаленную опухоль в воспаленную превратить? И вот один из моих коллег, Тон Меевский, продвинулся в этом направлении достаточно значительно, и сейчас с этим вызовом борется, что называется. Давайте посмотрим на агента, о которых мы говорим с клинической перспективой. У нас два агента PD-1, которые одобрены для многих видов и типов рака, например, Pembrolizumab и Nivolumab. И сейчас разрабатываются другие агенты, основанные на Ligandia, PD-1, Atizilizumab и Dorvalumab и Avilumab. И вы видите, что у них немножко другой профиль, и разрабатываются агенты CTL-4, может быть, потенциально больше токсичность, но они тоже важны, потому что они могут использоваться в комбинации, в комбинированной терапии, и к этому я вернусь чуть позднее. Теперь хотелось бы показать вам конкретный случай. 62-летний пациент, 40-летний курильщик, кашель и дискомфорт в грудной клетке. По обследованию метастический сквамозный мелкоклеточный рак легких. Сначала лечился карбоплотином и по клетоцелам. Потом ушла боль, после этого начали применять PD-L1, до 23,4 антитела. И в этом отношении, вот какие варианты сейчас вы бы рекомендовали? Вот в этом случае, какие бы вы рекомендовали этому пациенту? Ну и ответ на сегодняшний день – это какой-то из PD-ингибиторов. Я сейчас хотел бы показать вам данные, которые к этим рекомендациям подводят. Это либо пембролизумаб или неволумаб. Я знаю, что эти статьи пока в России, ну то есть пока эти лекарственные средства еще свое одобрение в России не получили, но мне кажется, что мы находимся с вами на начале долинного пути, который приведет нас к успеху. Ну давайте посмотрим, значит, что касается рака легких. Три исследования были представлены на последней встрече АСКО. Значит, Checkmate 17 для сквамозных видов и Checkmate 0,57 для несквамозных видов оба успешны. 0,62 – это коэффициент, это лечение второго уровня, второй линии. И вы видите достаточно значительные результаты, и действительно выживаемость в течение трех месяцев улучшается. Это прекрасные данные. Для Checkmate 57 тоже хорошие результаты. HR у нас 0,73, и DECET-XL у нас далеко внизу остается. Очень хорошие показатели по всем индикаторам. Но если мы говорим об уровне отклика, то уровень отклика на самом деле не такой хороший. В этих исследованиях он ставил аж 19%, но вот тут у нас уникальные данные почему-то по выживаемости. И мне кажется, что это характеристика именно иммунотерапии. Дело в том, что эти агенты, они прежде всего позволяют пациентам больше жить, дольше жить. Они приводят именно к увеличению выживаемости. То есть не все они отвечают, не все они реагируют. У многих болезней может продолжаться в течение длинного времени, долгого времени. Но прежде всего основное влияние иммунотерапии заключается именно в увеличении срока жизни. И это сильно отличается от радиотерапии, от химиотерапии, потому что там лучше именно уровень отклика, но выживаемость меньше. А эти агенты, они нам позволяют именно сделать так, чтобы пациенты жили дольше. И еще один, еще очень важный момент касательно этого агента. Дело в том, что эти агенты приводят к длительным ответам и откликам. Если мы посмотрим, например, по химиотерапии, которая 5 месяцев у нас велась, вот у нас было бы 3 раза больше, и это для иммунотерапии верно. Это верно для CTL-4, для PBL, ПДЛ. Вот эти агенты обладают уникальной характеристикой. Образовывают пациентам не только дольше жить, но и они приводят к длительному отклику, к более долгому отклику. ПДЛ может служить биомаркером, я не буду сейчас об этом рассказывать. Есть еще один агент, Pembrolizumab, также нацелен на лечение немелкоклеточного рака легких. И слева вы видите уровень отклика, он стратифицируется, экспрессии ПДЛ-1. И вот ПДЛ-1, как вы видите, он имеет возможность дать пациентам большую способность выживанию, 40% это уровень отклика, в два раза больше, то есть даже пациенты с меньшей экспрессией, они также некую выгоду приобретают, но эта выгода, она, конечно, чуть меньше. Это все у нас и транслируется в данные по выживаемости. Еще одна характеристика этих кривых, дело в том, что мы к концу хвоста выходим на полку к стабилизации и пациенты, опять же, приобретают вот такое долгосрочное преимущество, такую долгосрочную выгоду. И это мы по меланоме видим вот здесь вот и на раке легких мы это тоже наблюдаем. Значит, сейчас идет и третий этап исследования пембролизумаба и у нас это все содержится в кинут 10. Так вот, тут мы сравниваем пембролизумаб с доцитокселом и вот те пациенты, которые пока не было непонятно, какая доза оптимальна, так вот оказалось, что та же самая, что и по пембролизумаба, то есть, 2 миллиграмма на килограмм на 24 недели, 10 миллиграмм на затем на 24 недели и доцитокселем 75 миллиграмм. Так вот, очень хорошие у нас появляются данные, здесь 0,5. Это, опять же, доказывает применимость иммунотерапии и очень хорошие уровни выживаемости, и это действительно превосходит химотерапию второй линии. Для обоих агентов данные очень хорошие. Опять же, если вы хотите, чтобы пациенты получали больше, так сказать, пользу от лечения, то вот, пожалуйста, эта стратегия. И в США очень часто их дискриминируют, вот эти агенты, но если у вас есть, если есть возможность заплатить за эти агенты, если есть средства, то, в общем-то, лучше всего использовать именно их. Также есть данные такого порядка, тем не менее, все равно у нас здесь этот процент 0,7-0,6, но 0,69, но при 50% преимущества у нас более видимые. Тем не менее, все зависит от того, где у вас точка отрезки, где вы хотите остановиться, на чем вы хотите остановиться. Вот этот уровень отклика 30% против 80% это вот испытания, исследования третьей фазы. Если мы посмотрим на вот этот график, то хотелось бы сказать, что прежде всего, конечно, преимущества, они абсолютно видимы, но те пациенты, которые, скажем, выиграют не так много или пациенты с мутациями, так вот, или это те пациенты, у которых более стабильные, ну, меньше мутационной нагрузки, вернее, так вот, у этих пациентов потенциально меньше пользы будет, поэтому, скорее всего, эта терапия будет подходить только до более поздних этапов. Это относится и к пемпорализумабу, и к другим. Вот это вот еще один график, в четвертом, в четвертой позиции вы наблюдаете эти данные. Что касается первой линии, мы видим, что пациенты с высоким уровнем экспрессии ПД-1 имеют замечательные показатели выживаемости, вот это вот как раз рак легких, и это привело к исследованиям в третьей фазе, и буквально неделю назад были опубликованы данные 16 июня, вот кино 24, у нас пока деталей нет, но это первое исследование, которое показывает значительную прогрессию выживаемости по сравнению с химотерапией первой линии тех пациентов, у которых есть активная экспрессия ПД-1, и мы надеемся увидеть более детальные результаты на ближайших встречах и на ближайших мероприятиях. Какие побочные эффекты? В общем, это еще одна замечательная вещь касательно иммунотерапии, дело в том, что агенты ПД-1 переносятся очень хорошо. Вы видите сравнение ингибитора ПД-1 по сравнению с химотерапией по всем областям, особенно если мы смотрим на нетропинию или на высокие токсичности, то ПД-1 переносится, тренируется очень хорошо. Какие-то пациенты скажут, доктор Заверт. Я, конечно, мне не важно абсолютно, какая будет у меня терапия, мне хотелось бы, чтобы после этого я мог бы вести нормальный образ жизни, и чаще всего именно так и происходит. Есть определенные побочные эффекты, которые специфичны иммуномеханизмом, мы называем его иммуномедиированные или иммуносвязанные побочные эффекты, и одну вещь, которую я хотел бы отметить, существует одна токсичность у ПД-1, дело в том, что это пневмонит, и вы должны, дело в том, что это может действительно угрожать жизни пациента, и пневмонит, если на него нужно проверять, его нужно решать быстро, это проблема с помощью стероидов, но очень важно, то есть 1,2% его показывают, те пациенты, тут обе пациенты, которые его демонстрируют, так вот с ним нужно обращаться очень быстро, цероидная токсичность бывает, она достаточно общая, но ее очень легко исправить. Это временные графики, обычно в течение первых 14 недель, 14 недель, это не всегда предсказуемо, опять же, хотелось бы показать быстрый один случай, это рак легкий, прекрасный ответ, прекрасный отклик, диффузия пассати, вот это немониз, это человеку нужно было перестать лечить, использовали стероиды, но даже если вы используете иммуноподавляющую терапию, очень часто этот эффект продолжается и остается, то есть необходимо отличать побочные эффекты и основные эффекты, вот тут у нас пациент с высыпаниями и вот такого рода эти пациенты необходимо продолжать наблюдать. Еще хотелось бы отметить, не знаю, говорилось об этом или нет, существует феномен псевдопрогрессии, что называется, и это уникальная вещь для иммунотерапии. Вот, например, пациент с меланомой, пациенты лечили этими блокаторами в течение 12 недель, и вот мы видим увеличение опухолей, но это, скорее всего, начало иммунного ответа, через 12 недель мы, тем не менее, видели регрессию и в конце концов полную регрессию, полный отклик. Так вот, что касается агентов ПД-1 против рака легких, это очень редко. Скорее всего, это происходит с меланомой, но что касается рака легких, то это редко, это очень важно. Если у кого-то болезнь действительно развивается очень быстро, этот пациент может погибнуть от этой болезни, если только вы не используете какую-то другую терапию. Так вот, такого рода воспаления действительно происходят, псевдопрогрессия действительно может происходить, но один из 20 пациентов у него это наблюдалось, вот такие псевдопрогрессии. Надо еще искать способы, почему это происходит, но эффект лечения, он долгосрочный, то есть даже если вы снимаете пациента с терапии, эффект продолжится. Вот механизм, который вы видите, это приток иммунных клеток, они даже выглядят больше, даже несмотря на то, что опухоль уменьшается, регрессирует. Еще что хотелось бы отметить, существуют агенты против ПД-1 и леганда ПД-Л-1, но есть определенная разница, хотелось бы это отметить, потому что мы на самом деле не знаем, одни они одинаковые ли они, каким образом они должны использовать и так далее. Вот это ПД-1, иммунная клетка, вот это ПД-Л-1 на клетке опухоли или макрофага, так вот ПД-Л-1 может также реагировать из ПД-Л-2, как вы слышали раньше, ПД-Л-2 также часто экспрессируется в опухолях, ПД-Л-1 также может привязываться к, соединяться с Б7-1, но мы должны помнить о том, что эти агенты, они не одинаковые, хотя очень часто клинически они выглядят практически подобно. Вот данные по ПД-Л-1 агентам, Ренмерт проводил исследование второй фазы, тут показаны данные по выживаемости, еще что хотелось бы сказать, вы можете использовать биомаркеры, вот РОЖ, использовался стратегия обогащения для того, чтобы найти, что прежде всего приводит к эффективности иммунотерапии. 3 миллион МАП это еще один агент, который часто используется с агентами СТЛ-4, они будут тратить на это много времени, но опять же долгоиграющие преимущества, но если вы используете СТЛ-4, то, соответственно, профиль побочных эффектов увеличивается, диарея, соответственно, наблюдается достаточно часто при СТЛ-4, но при этом редко при ПД-Л-1, диарея, колит и так далее, это, конечно, необходимо решать по мере их проявления. Что касается биомаркеров, мы уже говорили о ПД-Л-1, сейчас разрабатываются новые биомаркеры, вот это исследование смотрит на интерферон гамма-измерения экспрессированной ткани, и вы, соответственно, можете предсказать на 46% отклик анти-ПД-1, и потенциально это позволяет вам действительно отсечь тех клиентов, тех пациентов, которых не будет, которых не будет позитивный отклик на эту терапию, то есть 49% это уже хорошо. Еще разрабатывается сигнатура ПД-Л-1, и мне кажется, она скоро станет доступна, мерк это делает, они используют так называемую платформу наностринг, меня очень, это меня не может не воодушевлять, это сигнатура, то есть может использоваться на других тканях. Также хотелось бы кратко взглянуть на мутационную нагрузку, это потенциальный биомаркер для пациентов, но часто это коррелирует и с использованием, и с курением, с использованием табака, то есть курение может приводить к большому количеству ограничений, и большее количество мутаций, оно приводит, естественно, к тому, что вы в эту лотарию, тем не менее, победите, и иммунный ответ будет у вас такой. Но мутации не идеальны, и для индивидуальных потенциантов мы не можем измерить нагрузку мутационную, только если, конечно, у вас не очень высокая мутационная нагрузка, но сейчас это все пока дополнительно исследуется. Также хотелось бы кратко поговорить о еще одном раке мизотелиома, это у нас данные приводятся из КИНУ-28, вот краткий пример, достаточно хороший отклик на лечение, действительно, за 8 недель уменьшается, и сейчас по мизотелиома исследования продолжаются, использование ПД-1 агентов. Следующее, что будет, что будущее нам готовит? Ну, вы уже видели данные из КИНУ-24, появятся какие-то комбинированные агенты, может быть, комбинация с химиотерапией, ну, и в качестве тизера хотелось бы показать вам тут два набора данных, которые мы получили НАСКО-2016, вот это лечение с помощью ПБ-1, антитела, химотерапии, несколько видов химотерапии, карботоксол, карботоксол с приматексом и так далее, то есть вы видите, что уровень отклика уникальный, 52, больше 70% на самом деле, эти отклики, они, конечно, превосходят то, что у нас просто при химотерапии отдельно появляются, то есть прекрасная синергия, прекрасные результаты, опять же, если мы смотрим на выживаемость, то эти агенты, они очень хорошие, метастатический рак легкий, у нас тут после 16 месяцев достаточно высокие данные по выживаемости, понятно, что эти данные пока еще сырые, но это нас не может не воодушевлять, это вас привело к исследованиям третьей фазы, это насквомузная опухоль, химиотерапия, пеметрексед и вместе с пембролизумабом, и вот тут вот пемба и химиотерапия с карбоплотином, паклитоцелом и напаклитоцелом. Для пациентов ПДЛ негативных, ПДЛ отрицательных, нужно использовать ПДЛ-блокаторы с химотерапией. Еще одна очень интересная тема, которая обсуждалась на АСК-16, дело в том, что ВНС сейчас новую стратегию пытается использовать CTL-4, использовать в комбинации, тут тоже очень хорошие у нас показатели, 39% это уровень отклика, они, конечно, переживают по токсичности, из-за токсичности, считают, что если эпилуман слишком много, слишком высокий уровень, то вот сейчас они нашли наконец ту дозу, ту дозировку, которая переносима. Опять же, пока сейчас количество данных недостаточно, посмотрим еще на данные по выживаемости, по крайней мере, не может не воодушевлять две стратегии, и так либо объединять или комбинировать с химотерапией, либо комбинировать CTL-4. Ну и, наконец, хотелось бы показать вам руководство, это то, что сейчас в США у нас разрабатывается, нашей национальной комплексной сетью по лечению рака, вот это вот, тут написано, что действительно ПБ-ингибиторы должны использоваться, либо неволумабы, либо пембролизумабы, для сквамозных, несквамозных, и мелкоклеточных раков. На этом я хотел бы закончить, иммунотерапия у нас идет активно, я думаю, сейчас мы стоим с вами на пороге чего-то нового, и мне кажется, это очень важно, если мы смотрим на уровень откликов, то действительно мы видим, не недооцениваем преимущества, потому что эти лекарства прежде всего нацелены на увеличение выживаемости, то есть даже те пациенты, которые отклик не демонстрируют, чаще всего продолжают жить счастливой жизнью, это очень важно, очень хорошо, особенно если мы говорим о долгосрочной терапии или долгосрочном лечении, также отклик у нас остается в течение долгого времени, но нам нужно быть аккуратными, потому что какие-то пациенты вырабатывают резистентность, поэтому когда мы можем переломить и спалку на лень перегнуть, и в течение следующих 50 лет я думаю, мы увидим гораздо больше прогресса по этому направлению, я думаю, что надо помнить о том, что эти агенты хорошо переносятся, но есть и серьезные побочные эффекты, которые тоже могут происходить, они происходят редко, но их нужно лечить быстро, а типичные ответы тоже от типичные отклики тоже могут происходить, но всегда есть какой-то баланс между иммунной системой и раком, так вот иногда этот баланс, он как качели качается сюда-сюда, и поэтому мы не всегда видим какой-то надежный паттерн, как при химотерапии, поэтому как только мы это понимаем, мы в принципе этим можем управлять, ПД-1, это биомаркер, сейчас, наверное, лучший биомаркер, который вообще у нас есть, действительно, если у вас пациенты с первой линией лечения, это может им помочь, или если вы хотите лечить только тех пациентов, которые сытно могут выгодить от этого наибольшим образом, конечно, делаем биомаркеры, ну и последнее, то, что меня не может воодушевлять, это то, что сейчас уже мы рассматриваем возможные комбинации, вторая волна иммунотерапии начинается, комбинации могут быть с химотерапией, с многими другими видами терапии, и мне кажется, будущее для нас выглядит ярким и прекрасным. На этом я хотел бы закончить Чикаго, вот там вот у нас состоит АСКО, вот у нас университет Чикаго находится, я хотел бы благодарить всех моих коллег, которые также вложились в создание этой презентации. Спасибо вам большое за ваше внимание. Продолжение следует...